В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждет в будущем. Сегодня речь пойдет о событии, происшедшем в России 99 лет назад, но искра которого, возможно, тлеет до сих пор. Может ли ситуация в стране, где население беднеет, солдаты воюют, а гражданские активисты сидят в тюрьме, обернуться новым октябрем? Об этом мы поговорим во второй части программы с активистом российского социалистического движения Александром Замятиным и анархистом Евгением Левковичем, а также учениками 11-го класса лица и высшей школы экономики. Но вначале мы поговорим о событиях исторических и о степени влияния революции 1917 года на сегодняшний день. В этом мне помогут с нами по скайпу журналист Максим Шевченко из Махачкалы и недавно отбывший срок по делу о беспорядках на Болотной площади Алексей Гаскаров. Я хочу начать разговор с Алексеем, потому что вы человек, который занимались гражданским активизмом, работали в консалатинговой фирме, и вряд ли вы думали, что ваш гражданский активизм может обернуться сроком. Ваше отношение, когда вы читали учебник про революцию, когда вы читали про революционеров, которые попадали в тюрьму, что-то вы себе когда-то об этом думали, что такое нечто похожее может случиться с вами? Нет, естественно, в то время я об этом не думал, не было никаких поводов сопоставлять свое будущее с тем, что я изучал в истории. Но было понимание, как нам это преподавали, что революция — это некий рациональное развитие общества, когда назревают проблемы, и если не получается внутри общества их решить каким-то мирным путем, происходит какая-то резкая смена. Я не думал, что события, которые были в мае 2012 года, можно было как-то сопоставить, назвать это революцией или еще чем-то, хотя, конечно, дух такой был. И я помню, у меня осталось, когда я учился в школе, в институте, в чем мы это изучали, впечатление, когда читаешь источники, что многие люди, когда они делают революцию, они на самом деле в тот момент не думают, что они ее делают. Они просто все живут какой-то своей жизнью, их где-то в чем-то ущемляют, они сопротивляются, ждать получается, что они делают революцию. И, наверное, поэтому, как правило, многие революции заканчиваются не очень хорошо, множество проблем, потому что никто их заранее не готовит, не планирует, не происходит силу стечения противоречий, которые в обществе накопились. Вот такое было отношение. И, конечно, можно себе представить, было такое развитие событий, когда, допустим, не знаю, если в декабре 2012-го люди пошли не на болот, но остались на площади революции, кто знает, чем бы все это обернулось. Спасибо, Алексей. Максим Шевченков, тот же практический вопрос. Вопрос в ваше отношение к тем событиям, потому что, с одной стороны, вы человек из советской школы, и, может быть, как-то что-то изменилось, а с другой стороны, вы все-таки иногда употребляете ту самую риторику, которая была прописана в учебнике в том числе. Мое отношение к этим событиям не сформировано советской школой ни в коей мере. Я считаю, как раз, что брежневское преподавание истории, брежневско-сталинское на репутации истории, сделавшее из величайшего события в русской истории революционного 1917-го года, что-то вроде такого мраморного памятника, полностью искажало суть и историю революции. Я, честно вам скажу, начиная где-то с 9-го класса, найдя в каких-то запасниках старые книги труды Бухарина, Троцкого, там, не знаю, истории ВКПБ 20-х годов, то есть того времени, когда еще партийные съезды описывались не под диктовку пропагандистов, там, Емельяна Ярославского и так далее, а на самом деле писались их участниками, в достаточной степени знал к 20 годам историю социал-демократической борьбы основательно в лицах, в цитатах и в позициях. И поэтому для меня история русской революции и история большевистской партии, история социал-демократии, гражданской войны была достаточно ясна по источникам несоветским. В частности, по книгам Шульгина, который 20-й год, который я читал еще в советское время, по очеркам русской смуты Деникина, по, значит, там, запискам участников Махновского движения. Поэтому как раз советская интерпретация вызывала у меня чувство отторжения. Было ясное ощущение, что Брежневское маразматическое политбюро – это те, как раз, кто является могильщиками, и революции, и тех принципов, которые она формулировала, и которые она пыталась воплотить в жизнь. И попытка именно такой брежневизации, как бы пролонгированной в истории, это все равно попытка такой бюрократической контрреволюции, которая хочет сделать народ приложением к бюрократическому государству, неважно, какие лозунги это государство использует. Лозунги КПСС или лозунги, там, не знаю, там, Гайдаровско-Ельцинские. По сути, и то, и то является одним и тем же воплощением торжества государства бюрократии и его институтов над народом, как субъектом истории. Думаю, что можно посмотреть достаточно интересный опрос. Он сложный, потому что мы спросили у старшего поколения, как они относятся к революции, что они помнят, была ли она настолько необходима с их точки зрения. Ну, старшее поколение – это люди, которые получили, безусловно, советское образование и жили в той идеологии. А у молодых людей мы спросили, возможно ли повторение нечто похожего в ближайшем будущем. И хочу обратить внимание, что снимали мы на площади перед заводом бывшего Михельсона, где было совершено покушение на Владимира Ильича в 18-м году. Революция была неизбежна. Основная причина – это то, что Николай II просто не усмотрел то, что возник определенный новый класс. То есть были ремесленники, крестьяне, появился новый класс, пролетариат. Революция – это вообще всегда ненормальная. Любая. Что февральская революция – это тоже самое ненормальное. И 17-й год – это тоже ненормальная революция. Любое изменение в жизни страны и даже любого человека происходит на амбициях. То есть или ему что-то не нравится, или он что-то хочет изменить. Или в своей жизни, или в жизни, как он считает, других людей. Здесь произошло мировое. Да, революция, безусловно, возможна. Я думаю, что, в принципе, такие события, как произошли на Украине недавно, они, конечно же, в Российской Федерации невозможны. Какая-то более-менее мягкая революция относительно демократическая может быть. Я думаю, что сейчас, в принципе, при Путине власть неплохая. Я имею в виду, если не Путин, то кто? Наверное, когда все кредиты кончатся, холодильники и новые машины уже не будут обновляться, и количество денег на еду, тратимых, будет не 50%, а 80-70%, тогда будет намного просто выше уровень социального напряжения. Но сегодня о революции говорить вообще сложно. У нас гибридная, постоянная революция. Верите реально в сегодняшнее? То, что молодежь сейчас поднимется на какой-то бунт, да бросьте его. Это же просто бесхребетные хлюпики. Так, отвечали на вопрос о грядущей и прошлой революции москвичи старшего поколения, младшего. Алексей, вот как вы считаете, это такая картинка действительно реальности, да? Ведь странно, что люди в возрасте очень скептически и критически отнеслись к революции, которая, во всяком случае, в то время, это был праздник, 7 ноября, да? А молодые люди как-то пытались, ну, немножко иначе на это посмотреть. Это, наверное, можно объяснить тем, что все-таки люди пережили какое-то потрясение 90-х годов, поэтому у них остались такие воспоминания, потому что многие тоже называют эту смену эпох революции. Нет, ну вот пожилые люди говорили про революцию 17-го года, и они отзывались очень критически. Там не было никакой, никакой, остаточной идеологизма, вот что удивительно, как мне кажется. Да, но я бы вот так на этот вопрос посмотрел. Вот я 3,5 года, к сожалению, находился в местах лишения свободы, и была возможность там много смотреть телевизор. Конечно, когда вот конспирология стала побеждать какой-то разум, революция как сущность является вот такой очень важной историей, да, в этих конспирологических построениях. И они так часто об этом говорят, особенно сейчас, и точка зрения, которая не озвучена, довольно простая, что, ну, естественно, народ не является никаким субъектом истории, а революции всегда кем-то сделаны, это результат манипуляций, постоянные истории про какие-то деньги возникают. Вот, и у людей, наверное, формируется осознание того, что, ну вот, да, любая революция — это что-то плохое, что сейчас нет для этого никаких причин, поэтому вряд ли она может быть. И мне кажется, все так рассуждают, если взять, там, пример из истории, до того, как она произошла, все думают, что ничего быть не может. Но если посмотреть, там, с другой стороны, есть ли действительно общество противоречий, они, конечно, есть. То, что власть не услышала запрос людей с Болотной, которые являются, да, там, представителем креативного класса, и которые создают максимальную добавочную стоимость в экономике, а вот, ну, да, современный капитализм, он такой, что конкурировать приходится не в сферах, где нужно строить, там, заводы, индустрию создавать, а это интеллектуальный труд. И надо понимать, что та страна, которая создает лучшие условия для этих людей, та и выигрывает в конкуренции, и только та страна может обеспечить тот уровень благосостояния, который был достигнут. Вот там правильно говорили люди, что скоро закончатся кредиты, и явно, что будет какое-то экономическое давление. И получается так, что у нас типичный пример, вот, когда производственные силы, да, то есть имеется в виду, новая стоимость создается людьми, создается интеллектуальным капиталом, для которого нужны условия, нужно удовлетворять их политические запросы. И то, что власть на это ответила репрессиями, и привело, как мне кажется, к спаду, к кризису, и к тому, что ситуация не стала более стабильной, да, 22 месяца падает зарплата, люди не могут уже позволить обслуживать кредиты, и действительно там доля расходов на еду там постоянно увеличивается. Понятно, что ситуация нестабильная, и те, кто сейчас говорят о том, что, или ощущают себя так, что они никогда бы, ну, там, не вышли, не участвовали бы в массовых акциях, что они будут говорить, там, ну, там, в 2017 году, когда закончится резервный фонд, и вот прочие ресурсы, которые мне сейчас покрывают, да, бюджетные дыры. Спасибо, Алексей. Максима хочу спросить. Смотрите, вот, как вам кажется, во всяком случае, в категориях народного восстания, я просто читала, что вы события на Донбассе воспринимаете как народное восстание, да, можно ли вообще, как бы, говорить о таких вещах, как массовое движение, народное восстание, вот в нынешнем современном контексте, или это все-таки соотносится, и соотносится ли, когда вы об этом говорите, это с теми событиями, которые были после 17-го, в 17-м? Нет, ни в коей мере не соотносится. Ситуация 17-го года была уникальной и неповторимой в истории человечества. Россия была страной, в которой подавляющее большинство населения было крестьянами, которые долгое время государством, прежде всего, в том числе и либералными, буржуазными деятелями, вполне, хоть несмотря на критику, сотрудничающими с государством, держались в экономическом рабстве. Особождение крестьян подлинное началось не в 61-м году 19-го века, а только после революции 5-го года, фактически, в Столупинскую реформу, в 6-м, 7-м году, начало 20-го века. Это было слишком поздно. До этого огромная масса крестьянства потеряла землю, стала безземельными наемными рабочими, пополнила ряды городского фабричного пролетариата, стала фактически тем социальным городским классом, который потом и стал социальной основой большевизма. Плюс, конечно же, у большевиков не было бы ни малейшего шанса на успех, как у февралистов, если бы царское правительство безумно не втянуло бы страну в катастрофическую Первую мировую войну, в которой к 1917-му году Россия потеряла только убитыми, около миллиона человек, а ранеными и пленными, еще несколько миллионов человек, значительная часть территории страны была прочно захвачена немецкими войсками и, в общем, удерживалась и оккупировалась ими. Поэтому, плюс к этому, абсолютная недееспособность и неспособность как временного правительства видеть реальную ситуацию в стране, попытка внедрить какие-то утопические представления о России в реальную страну, где произошел массовый самозахват земель, они поставили, например, вопрос о том, что вопрос о земле, которая уже захвачена была летом 1917 года, крестьянами будет решаться учительным собранием. Это все привело к власти, партию радикалов, которая выдвинула лозунги, созвучные большей части населения, сумела в ходе гражданской войны, сначала терпя тяжелейшее поражение, которое большевики терпили летом 1918 года, пойти на союз, между прочим, с дворянством, поскольку большая часть кадровых офицеров Красной Армии были дворянами, кадровыми офицерами царской армии, пойти на союз с частью интеллигенции, собственно говоря, одержать победу в гражданской войне, поставив под контроль промышленные, развитые районы Центральной России. Подобные ситуации, как в России, нигде не представимы в другом мире, нигде подобная гражданская война, подобная революция, на мой взгляд, не способна. Что касается современной России, что касается Донбасса, то на Донбассе, конечно, не была революция, потому что до событий зимы 2014 года на Донбассе не было никакой революционной ситуации. Это был самый преуспевающий, самый благоприятный регион Украины, где средняя зарплата там шахтера и рабочего была порядка 800 долларов. Это выше обычной зарплаты по всей остальной Украине. Донецк был одним из самых благоустроенных из современных городов Украины, гораздо чище, честно говоря, и культур Киева во многих отношениях. И, собственно, внутри украинская гражданская война, она была вызвана прежде всего конфликтом двух элитных группировок, Днепропетровской и Донецкой, на фоне которой брошенный на произвол судьбы рабочий класс Донбасса стал, естественно, вооружаться, и борьба приобрела такой характер межрегионального противостояния. Одной из причин поражения Донецкого восстания, оно, безусловно, потерпело поражение, было как раз именно в том, что там не нашлось политические силы, которые выдвинули бы политические и социальные лозунги, которые бы организовывали вооружившийся стихийно народ. Я был с первого дня свидетелем всего этого, и поэтому там господствовали политтехнологи и спецслужбы всех мастей, которые там говорили о русском мире, о каких-то непонятных, абстрактных вещах, лишь бы не говорить о социальных, политических требованиях, которые вполне, честно говоря, в ходе развития кризиса овладевали умами донецких людей. Спасибо. Понятно, что времена меняются. Алексей, я читала ваше интервью, и вы рассказываете о том, что в колонии было много людей, как раз представителей бизнеса. И вы там устроили не марксистский кружок, а вот какое-то такое общение на предмет стартапов, каких-то бизнес-проектов, которые, возможно, потом не... Даже по тем, что это скорее, наверное, это была терапия, надо полагать, но известно, что очень часто вот эти какие-то новые истории продолжают жить уже на воле, как это поддерживать. То вот мне подумалось, смотрите, вот Леонид Развожаев, которого я знала по еще черкизовскому рынку, который был предпринимателем, и который защищал изначально интересы свои, в общем-то, коммерческие, но вместе вот совсем отстаивая вот эту вот площадку для торговли, и постепенно он стал, в общем-то, деятелем политическим, да, вот какие-то. Может быть, именно оттуда не пролетария всех стран, объединяйтесь, да, а вот как раз представители малого бизнеса, они сделают нечто важное и нечто кардинальное в стране, поскольку вот они теперь сидят в тюрьме, и они могут, и они выйдут. Такой бизнес-проект революции. Ну, надо понимать, что одним из признаков революции, да, и, может, необходимой ее частью является раскол элит. А уже долгое время, ну, бизнес-элит, она так или иначе поддерживала действующую власть. Сейчас в условиях кризиса, когда сам пирог уменьшился, ну, представители, которые приближены к Кремлю, да, они все равно претендуют на ту же самую долю, ну, не относительно, а абсолютную. А где они ее берут? И вот по опыту колонии, ну, я не могу там рассказывать подробности про какие-то дела, но я скажу так, что мимо меня, наверное, прошли все громкие, известные инциденты, которые получили освещение в СМИ, которые нет. Происходит что? Они пытаются сохранить свою часть, а как ее сохранить? Забрать у других. Естественно, никакого консенсуса или на какую-то поддержку в этой бизнес-среде, да, там, ну, может быть, там, не крупного бизнеса, а среднего и мелкого, действующая власть рассчитывать не может. И, конечно, все вот эти люди, они потенциально, ну, готовы поддержать какие-то перемены, безусловно, да. И мне даже было довольно странно, да, что, ну, ничего не происходит, да. То есть есть некая риторика о том, что надо прекратить кошмарить бизнес, но практика показывает, что уголовных дел становится больше, посадок становится больше и атакуются как раз те сектора, которые, ну, скажем так, мне казалось, всегда находятся во флагмане российской экономики. Поэтому... Ну, мне кажется, что это действительно такая очень серьезная история, потому что люди, которые умеют что-то делать, да, они могут консолидироваться, а они понимают, как это может работать и что для этого надо сделать. И, в конце концов, они имеют некий, ну, зависимый от них тоже, там, потенген, от тех же рабочих, которые, вот, допустим, каким-то образом участвовали в бизнесе, а теперь потеряли эту работу благодаря тому, что вот произошло, да. И мне кажется, что это может быть как раз вот тот самый революционный, потенциально революционный класс, который, возможно, как-то вот о себе заявит, нет? Ну, я считаю, что да, безусловно, да, потому что люди, которые сейчас и что-то создают, и пытаются развивать свой бизнес, они имеют, конечно, и политические запросы. Им нужны реформы действующих институтов, и они четко это обозначили, в том числе, да, поддержав, там, в 11-12 году людей на Баловной. Такой запрос существует, и надо понимать, что вот действующая власть, да, она не может обеспечить свободное дальнейшее развитие для них. Силу, вот, ну, существуют, видимо, какие-то законы, да, истории, которые вот приводят к тому, что мы сейчас имеем. То есть, если ты не делишься властью, да, не проводишь реформы, не даешь людям свободу, то постепенно, постепенно они начинают отсюда уезжать, энергии становится меньше, и, ну, а проблем, наоборот, как раз становится больше. Мне показалось очень интересно, как на революцию 17-го года посмотрели ученики 11-го класса лица и высшей школы экономики. Я попросила преподавателя теории поздания Александра Геринского спросить ребят, как те события повлияли на жизнь сегодняшнюю, и надо сказать, что достаточно правильно и неожиданно они ответили. Мы посмотрим, и вот разговор в школе, в классе. Февральская революция, она что нам создала? Она создала демократию, она создала много партий, она создала, ну, что-то вроде современного западного мира. А Февральская революция сказала, нет, давайте, мы это все, как бы, подвинем и создадим великую страну, будущее коммунизма и прочее, прочее, прочее. Но именно сегодня вот мы можем там Единая Россия 75% и, ну, я ничего не говорю, просто... Ничего такого. Но вот роль одной партии, она вот тогда появилась. Короче, как бы, однопартизм, да, как бы, однопартийность, как бы, монополизм. То, что сказал даже Ельцин, кто-то должен быть главным в стране. Так, хорошего еще какие-то мнения у кого-то? Я считаю, то, что если бы эта революция не произошла бы, то, в принципе, история могла пойти по-другому и, возможно, не обернулось бы все так хорошо, там, ну, не знаю, вплоть до того, то, что империя, в принципе, развалилась бы. То есть, ну, из-за... Пошло по-другому бы это как? Ну, то есть, допустим, если после Октябрьской революции как-то пришла к власти вот эта вот большевики и левые эсеры, то если бы остались при власти большевики и правые эсеры, которые, в общем-то, ничего не делали и водили все эти... Ну, то есть, ну, не предупреждали ничего по отношению к гражданам, у граждан там был голод, не было решено граждан вопрос. Я считаю, то, что если бы ничего не делали, то просто, ну, по сути, пришла бы анархия. То есть, когда народ отказывается... То есть, позитивная... Ну, как? Нет. То, что произошло эволюция, я считаю, что, наоборот, это хорошо. Ну, я про это спрашиваю. Позитивно. Хорошо, пожалуйста. Еще мне кажется, главное важно то, что, когда Россия была империей, это была более европейская страна, и у нас были, ну, довольно хорошие отношения с западным миром. А все проблемы и конфликты, они начались именно, ну, в советское время, то есть, после эволюции 17-го года. И вот эти конфликты, они остались до сих пор. Да, хорошо, спасибо. События 17-го года, они прекратили очень большой этап в истории вообще России, в истории мира, потому что, например, для меня закончилась существовать Россия, которая была, и есть такой фильм у Ленина Парфенова, он называется «Цвет нации». И он рассказывает о России, которая существовала, развивалась, и что 17-й год — это конец той России, которую мы знаем. И свой фильм он заканчивает словами «Страна, которой больше нет». и для меня с тех пор, с просмотра этого фильма, так и осталось, что 17-й год — это конец императорской России, конец России, где мы любили батюшку царя и все остальное. То есть, для меня история замызнулась заново. Для меня существует... Но это такой конец в трагическом смысле слова? Нет, логический конец. Логический. Революция была, безусловно, трагическим событием, потому что был или истреблён, или выгнан из России под воздействием различных факторов весь цвет нации, то есть, вся научная, политическая, элита искусства. То есть, и к власти пришли те люди, которые, в принципе, зарабатывали себе на жизнь тем, что кого-то грабили, убивали. То есть, есть даже по АМУ-блоку, называется она «12». Там сказано о том, что даже посмотрев в лицо одному из этих людей, которые пришли к власти и ходили по улицам и могли расстрелять любого просто из-за того, что он им показался буржуем или каким-то противником советской власти, то сразу бы стало понятно, кто они есть на самом деле. И к власти пришёл тот пласт населения, который, в принципе, власти осуществлять как надо не мог. Потому что, в принципе, идея коммунизма достаточно утопичная. И она была основана именно о том, что люди ещё не до конца осознавали всё положение вещей, которое происходит в мире, и что коммунизм по большей части невозможен. Нельзя сказать, что, допустим, эта революция была чем-то плохим и чем-то хорошим. Она имела с позитивной, с точки зрения, она имела, что она дала нам опыт какой-то. И, конечно же, были кровопролитные бои, жертвы, в результате которых многих людей расстреливали, ломала судьбы она. Но нельзя сказать конкретно, что это был именно плохой опыт. Это были старшеклассники, 11-й класс, лицей высшей школы экономики, урок теории познания. Ну, действительно, это такая уже для них, наверное, история, сравнимая с Куликовым полем, но они очень адекватно отзывались о событиях и очень по-разному. Максим и Шевченко хочу спросить. Вот для вас то, что говорили ребята, это правильная оптика на те события? В мире оптика это молодое поколение и, конечно, школа необычная, поскольку ребята демонстрируют понимание и знание по крайней мере, конвы событий, что достаточно важно. Они сами этим своим знанием опровергают мысль о том, что это не актуально. Дело в том, что 17-й год это был настоящим годом рождения нации. У Уильяма Гриффитта есть такой фильм знаменитый «Рождение нации», про то, как рождалась североамериканская нация в муках гражданской войны, пароксизме, там, не знаю, расовых конфликтов, расовой ненависти. Каждое рождение нации происходит не по воле королей или тиранов, или не по воле кого-то там еще по-никаких-то героев, потому что люди на какой-то территории попадают в некую ситуацию, с которой им нет иного выхода, кроме как определить правила общежития, смысл развития, и кто, как говорится, будет лидером, а кто не будет лидером. В этой ситуации обязательно будут те, кого назначат врагами, это, как правило, проигравшие в борьбе, и те, кто, как говорится, будет социальной базой, социальной опорой. То, что говорят ребята, это очень интересно. Это говорит о том, что, собственно, интеллектуальная, политическая мысль в России не оставляет, в том числе, юное поколение. Просто отношение к революции несколько мифологизировано. Вот там был молодой человек, который говорил, что победили, какие-то бедные. Какие бедные? Когда лучший генерал русской армии Брусилов был одним из создателей Красной армии. Когда, понимаете ли, там, не знаю, Бонч Бруевич, выдающийся русский ученый и историк, был одним из лидеров большевистской партии. Ну, как и многие-многие другие. Какие там лучшие светлые умы уехали за границу? А кто же тогда, собственно говоря, все это строил в стране? Какие-то иностранцы, что ли, китайцы или кто? Создавал страну, которая к 24-му году уже преодолела по уровню промышленного дохода, вышла на уровень 13-го года. Конечно, я думаю, что не надо оболванивать молодое поколение мифами о каких-то там чудовищных, свирепых бедняках, голодьбе, которая прорвалась к власти. Это просто полная чушь. Поскольку, еще раз напомню, что в Красной Армии дворян и офицеров царского генерального штаба было примерно в два раза больше, чем в Белой Армии, в которой в основном состояла из гимназистов, конечно, храбрецов, типа Сергея Фрона или Романа Гуля. И офицеры Белой Армии были там полковник Дроздовский или полковник Марков, а многие генералы пошли, между прочим, в армию Красную. Поэтому я думаю, что мы еще должны изучить реальную историю революции, историю 20 века. Столетие революции дает нам для этого прекрасный повод. Если, конечно, мы опять будем вешать на уши нашим людям всякую чушь о том, что это было такое санценосное событие, которое всех сделало счастливыми, или о том, что это было какое-то страшное, ужасное событие, совершенное немецкими шпионами, как совершенно справедливо мой коллега напомнило. Да, конечно, мы вообще ничего не поймем. Если же мы попытаемся разобраться, как, допустим, Борис Юлечко-Горлицкий в своей блестательной книге «Периферийная империя» попытался это сделать в экономических, социальных, культурных причинах, приведших к 1917 году, то, возможно, мы поймем, как нам жить и развивать Россию в году 2016. Спасибо, Максим. Но дело, на самом деле, в том, что изначальное знание, историческое, хотим мы того или нет, оно приходит из учебников. И учебники тоже переписываются. Мы знаем, что есть теперь линейка, три линейки единого учебника. Я попросила Леонида Кацву сравнить то, что было в советское время написано про революционные события и то, как теперь это транслируется вот в старшей школе. В советских учебниках история революции подавалась однозначно. Во-первых, это был, так сказать, абсолютно закономерный процесс развития классовой борьбы. Во-вторых, вся деятельность большевиков подавалась исключительно в розовом цвете. Они были абсолютно во всем правы. А любые их оппоненты от меньшевиков до монархистов были во всем не правы. И никаких светлых сторон в их деятельности не наблюдалось до такой степени, что можно было подумать, что с самого начала существовала только одна революционная партия и все остальные были сплошной контрреволюцией. Советские учебники сегодня им нельзя пользоваться. Как-то раз просто зачитал в классе. Но реакция может быть только одна. хохта. Сегодня это такой лобовой пропагандистский примитив, который уже современные дети не воспринимают. Они привыкли к все-таки более взвешенному тексту. Учебники написаны в 21-м столетии. Они отличаются большой степенью беглости. И поэтому зачастую школьникам, которые от этих вопросов вдалеки, вообще довольно трудно что-то понять. Я держу два учебника, изданные с разницей в два года. 2001 года учебник Волобуева и 2003 года учебник Загладина. В учебнике Волобуева говорится, что в октябре прошли два заседания в ЦК по вопросу вооруженного восстания. И лишь двое проголосовали против Каменев и Зиновьев. А Ленин добился принятия резолюции о подготовке и проведении в ближайшие дни восстания. Это нам хорошо известно. А вот мы читаем в учебнике Загладина. Большинство ЦК склонно поддержать Каменева и Зиновьева исходивших из идеи о неготовности России к социалистической революции. Отсутствие у большевиков достаточной поддержки среди крестьянских масс. Члены большевистского ЦК считали восстание ленинской авантюрой, грозящей партией гибелью и выступили в прессе против намерений Ленина. Какие члены ЦК? Кто выступил против? На сегодняшний день действительно нет однозначного отношения ни у публики, ни у профессионалов. И сегодня все-таки при всех оговорках последних лет все-таки революция рассматривается как трагедия. Леонид Коцва, учитель истории. Алексей, хочу спросить, как вы считаете важен этот миф, который создается при помощи телевидения, учебников, или это не имеет значения для сегодняшней, нынешней ситуации, то революционное прошлое, которым когда-то гордились, а теперь стараются о нем забыть или говорят с осуждением? Сейчас они пытаются просто сделать так, чтобы люди сторонились вообще революции, слово пореже произносили, и поэтому учебники по истории построены таким образом, чтобы мало об этом говорили, чтобы человек не мог ни в чем разобраться. Но это показывает, что сама власть конечно боится подобных событий, потому что в первую очередь рассматривает революцию не как объективный процесс какой-то, а как что-то кем-то синициированное. Поэтому пытаются таким образом общество огородить от этого. С моей точки зрения, что бы они ни делали, если не решаются проблемы, и вот что, обратил внимание в анализе школьников, что они все-таки больше сосредоточены на анализе того, кто пришел в классе, что они делали, плохие это были люди или хорошие. Хотя текущая повестка казалось бы должна быть направлена на то, чтобы понять причины, почему это произошло. И действительно, мне кажется, что нет каких-то политических сил, которые стоят на гуманистических позициях, которые хотели бы, чтобы там была революция. Потому что революция так или иначе сопряжена с какими-то потерями, с каким-то кризисом. И, конечно, все здравые политические силы пытаются построить свою повестку таким образом, чтобы все-таки любые перемены были мирные. И революция это результат кризиса. к ней объективный процесс, но это скорее негативный процесс, которого желательно избежать. А когда вот этого понимания нет, что революция всегда все-таки возникает из-за кучи разных общественных противоречий и побеждает точку зрения о том, что это вот там есть конспирология, есть какие-то люди, которых надо просто подавить. И тогда революцию можно избежать. Мне кажется, что это неправильно. Это большая ошибка власти. То есть самый лучший рецепт от революции это пойти навстречу своему народу, услышать его требования провести реформы. И тогда революции не будет. Спасибо. Это был Алексей Гаскаров. Буквально неделю находящийся на свободе. В этой части программ также принимал участие журналист Максим Шевченко. Мы говорили о событиях 2017 года и о степени влияния революции на сегодняшний день. во второй части программы мы продолжим эту тему. Итак, мы продолжаем исследовать признаки революции. Это программа, рожденная после СССР, московской студии. Я, Тамара Леленкова, также активист российского социалистического движения Александр Замятин и анархист Евгений Левкович. Надо сказать, что революционное движение в России имеет довольно интересную историю. Сергей Нечаев еще в XIX веке довольно точно определил те главные черты революционера, которые потом все ставили во главу угла. Революционер человек обреченный, у него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанности, ни собственности, ни имени. Мне кажется, сегодня революционерам делают не столько диалоги, сколько обстоятельства. Не знаю, так ли это? Хочу Александра спросить. Вы представитель социалистического движения, вы человек молодой и, собственно говоря, вы туда пришли в связи с чем? Я лично туда пришел не в связи с тем, что можно представить себе революционером Понечаеву. Если мы говорим про такие картинки символические, то, наверное, сегодня такие люди существуют, которые запасают в гараже боевое оружие, готовят какие-то планы и смотрят лекции полковника Квачкова. Я к ним определенно себя не отношу. Пришел я... А вы все-таки считаете их революционерами, что это было? Это не просто бомбисты, это люди, которые... Смотрите, если мы всю передачу опираемся на 17-й год, надо понять, что то, что произошло в 17-м году, две революции, которые увенчали собой такую грандиозную, длинную традицию борьбы освободительной, в которой есть место и бомбистам обязательно, и революционерным народникам, и анархистам, и анархистам, и очень разным силам... Я не был там. ...очень разным силам, которые, в общем, сопротивлялись царизму во всех его проявлениях и капитализму, вот в частности, да? и поэтому, да, я отношу это все вместе к революционерам. Значит, к тому вопросу, что приводит в революцию, если я могу отвечать на этот вопрос, то я бы сказал поиск альтернативы, потому что, ну, будучи молодым человеком, я, как бы, еще понимаю, что мне еще жить и жить, и для меня очень важно, что меня ожидает в будущем. Я, как бы, не готов сказать, что альтернатив нет, и я, типа, с этим смирюсь. Вот, наверное, как-то так очень. Небрежно я бы ответил так. Ну, мне кажется, что вот люди старшего поколения, те, кто учились и жили в СССР, они вообще вот к слову социалистически относятся плохо. Вот уже плохо, да? Вас это как-то не застало, не достало? Для вас это не имеет такого негативного оттенка? Конечно, есть такой эффект, и я там вижу на поколении своих родителей, для них это такое табуированное слово, заклейменное. Социалист, это определенно кто-то, кто отнимает там чужую собственность, и, в общем, все с этим связано и дальше какие-то пакости. Значит, нет, в нашем поколении этого нет во многом. Но не потому, что наше поколение знает, что социализм это нечто гораздо большее, чем отъем собственности грязными, умытых, богатых, да, к сожалению, а потому, что наше поколение вообще не понимает, что такое социалистический, социализм, вот, и поэтому оно относится к этому ни негативно, ни позитивно, никак. Никаких коннотаций не имеет. Спасибо, Александр. Ну, Евгений, хочу спросить к вашему активизму, скажем так. Меня спрашивайте, я пришел просто в юности из-за совершенно банального желания протеста и свободы, как любой подросток. Он начинается с протеста против родительского контроля, потом превращается в протест против школьного контроля, потом просто против контроля любого, потом против политического контроля. Чем взрослее становишься, тем, соответственно, и другие люди тебя контролируют, и тебе становится душнее в пространстве. То есть, это, в общем, ничего такого необычного, неожиданного, и я уже не помню, кто-то сказал, не помню, кто это сказал, но, в общем-то, каждый вменяемый человек может себя анархистом назвать совершенно спокойным в душе, по крайней мере, потому что, в общем, вряд ли есть какой-то человек, которому нравится, когда его загоняют в какие-то рамки тех же самых измов, например, поэтому, да, или которого контролируют излишне. Ну, вообще, это такая интересная история, потому что я попросила Александра Геринского, учителя теории познания в лице и в школе экономики спросить уже у ребят, вот, как они мыслят себя в нынешней ситуации. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Мне кажется, что на данный момент такая революция, ну, не то, что невозможно, она вряд ли случится, потому что все-таки ситуация в отдельных отраслях нашей промышленности и вообще в стране стала, на мой взгляд, лучше, и такого прям массового выхода, я считаю, не случится. Хорошо, спасибо еще. Спасибо. Сегодня такая революция скорее невозможна, потому что рабочие вышли, потому что было нечего терять, рабочие вышли, потому что все, уже дошли до крайности, ничего за спиной не осталось. Сегодня у людей есть что терять, сегодня люди относительно того времени состоятельные, и людей мало волнует идеология, людей волнует их личное благосостояние, которое пока еще есть. То есть сегодня невозможно организовать специальную революцию? Почему? Возможно. Невозможно организовать революцию такого характера. Вопрос, то есть 2011 год мог стать революцией, в 2011 год. Он не стал. Болотный вы имеете? Да, болотный. Но не стал. Там много факторов, но факт в том, что революцию эту организовать можно, и это делали. Другой вопрос может, наверное, победить, это уже. Понятно, хорошо, сейчас революция невозможна, во-первых, да, потому что это не настолько низкий уровень жизни у большинства, у массы населения, а во-вторых, нет достаточно ярких оппозиционных лидеров, как, допустим, был Ленин, ну и ВКПБ. То есть роль лидера она пустует? Сейчас она пустует, да. Если бы была эта роль лидера, то возможно, что-то было бы. Но сейчас ее просто нет. Это было бы скорее влазом, не было? Я не знаю, честно, это очень сложно. Еще о чем денег? Революция невозможна и с каждым днем она будет все менее возможна не только в России, а в принципе в других странах, с которыми мы похожи, потому что люди больше не готовы идти за идею. Каждая революция внутри лежит, в ядре даже лежит идея, за которую идут люди. Они готовы что-то делать, потому что у них есть цель. Сейчас людям даже сложно пойти проголосовать за кого-то. Их очень мало интересует, и поскольку у нас достаточно индивидуалистский век, когда каждый пытается определить самого себя и решить что-то внутри себя, его не сильно волнует общество и не сильно волнует, как соотносится все. Поэтому идти за идеей сейчас, мне кажется, это невозможно. Просто поднять народ будет сложно. Я считаю, что люди не голосуют на выборах сейчас, потому что они считают, что они ничего не изменят. И это, конечно, большая проблема. Но когда людям будет нечего есть, это будет главным фактором, который... А это будет? Я думаю, что тенденция сейчас ведет к этому, что я не утверждаю на 100%, что революция будет, но это вполне возможно. Потому что сейчас масса проблем в стране. Кап-ремонт, не платят деньги на заводах, закон яровой. То есть сейчас очень много факторов. Если они будут еще увеличиваться, то тенденция будет вести к тому, что революция возможна. Что происходит сейчас, по моему мнению? Да, происходят какие-то изменения, но при этом я как-то вижу ситуацию в той же самой государственной думе, и, честно говоря, мне хочется расстроиться конкретно. К сожалению, это так. Я не думаю, что сейчас кто-то скажет обратно, что в думе все идеально, правительство наше делает все так, как надо, и все такое. Я считаю, что это не так. Буду честен со всеми. Но революция не нужна. Пока что, вот прям на данный момент, я считаю, что революция совсем, ну, как бы не нужна, потому что это придет к неминуем, ну, трагедиям. Через какое-то время, если эта ситуация не будет никак исправляться, путем компромиссы или путем взаимопонимания и каких-то, ну, решений, предпринятия каких-то мер, действий со стороны правительства и со стороны граждан, то я считаю, что революция может повториться, когда бездействие властей придет к тому, что население это просто, ну, население от этого устанет. Хорошо, спасибо. Еще, Китин, ну, нового, предельщика, а, ну, Поддержку Никите скажу, что действительно сейчас ситуация крайне неоднозначная. Мы видим большую долю пропаганды в средствах массовой информации. Многие вещи, которые раньше были доступны, как-то скручиваются, сужаются, то есть нам закручивают как-то гайки и болты. Возможно, наше правительство это делает для того, чтобы как-то что-то улучшить, потому что все равно все понимают, что тот, кто сидит на вершине нашей страны, это человек, безусловно, крайне умный и руководить такой большой страной крайне тяжело. Поэтому я считаю, что все, что не делается, это все уже просчитано и все уже продумано. Насчет революции я считаю, что сейчас революции не будет, потому что нету тех ребят, вполне возможно, мы и есть поколение революционеров, но просто мы еще не выросли. то есть мы сейчас развиваемся, растем и когда мы уже станем более дееспособными, посмотрим, что будет. Ближайшие 10 лет революции точно не будет. Ну вот такой прогноз сделали школьники. Я хочу вас спросить, смотрите, они мыслят все-таки в прежних категориях, что должна быть идеология и должны быть экономические предпосылки. Но я еще открою вам секрет, потому что это экономисты, это класс, который профилируется по экономике. Вы с этим согласны? Мне казалось, что тут все-таки мог возникнуть разговор о сетях, о каких-то вещах взаимодействия других, то, что можно собраться. Как вам кажется, они правы это действительно на все времена, идеология и экономический кризис, для того, чтобы поднять как-то праздностное движение? Ну, издалека действительно есть такая стандартная логика, значит, вам нечего есть, и вы, наверное, политизируетесь, радикализуетесь и превращаетесь в революционеры, которые строят баррикады. Такое очень понятная схема. Если вы пытаетесь в реальности здесь, сегодня, в этой России рассуждать, а где та грань, начиная с которой возникают баррикады и так далее, то вы понимаете, что все гораздо сложнее. Если вы пытаетесь проанализировать всерьез, вот так ответственно, значит, когда начнется революция и вообще начнется ли она, то вы понимаете, что все не ограничивается чисто экономическим состоянием общества. Мы видим, мощнейшую экономическую стагнацию и не только кстати в России, которая не только не приводит к радикализации, к массовым выступлениям, а напротив она вгоняет людей в какую-то фрустрацию мощнейшую. но почему же левые становятся все более активно звучат, более активно? Ну, смотрите, левые звучат где? В Европе. А, в Европе. конечно, звучат, но потому, что они звучат, не значит, что происходит социалистическая революция. То есть, условия для революции всегда гораздо более сложные для того, чтобы их описать и всегда очень историчные, очень историчные. И экономикой тут, к сожалению, вот таким базисом как бы не отделаешься. Я могу просто привести пример. И в 2010 году, и в 2011 работали всякие эти социологические службы, и администрация президента работала, и тоже, наверное, все мерили перед выборами. И я прекрасно помню, что мы сидели тогда еще с... Ну, не то, что мы сидели, в смысле, я сидел рядом. Ну, я присутствовал, скажем так, при встрече. Тогда еще был жив Борис Ефимович Немцов, Сергей Удальцов. Еще не сидел в тюрьме. Да, поэтому надо вот слух сидеть, теперь употреблять осторожно. Мы сидели. Вот все сидели. Не в тюрьме. Был такой некий совет. И я прекрасно помню, что по всем их прогнозам было полное уныние, полное совершенно. Все все понимали. И, собственно, заявляли митинг на чистых прудах. Первый же митинг был на чистых прудах, если вы помните. Его, собственно, и заявляли на чистые пруды. Затем там очень маленькая пространство, и что вот если придет 500 человек, это люди рассчитывали на это, что если придет 500 человек, это будет здорово, да, и что будет ощущение вот какой-то, какой-то, значит, да, и картинку можно будет сделать, как будто, и когда все вышли из метро и увидели, что там просто забиты все вообще, вся эта улица, все соседние улицы, знаешь, просто нескончаемый поток людей. это кто мог. Поэтому это все, вот мы сейчас можем полчаса еще об этом говорить, но, в общем, это совершенно не важно. Ну да, в общем, собственно говоря, мнение анархиста другим, наверное, быть бы не могло. Почему могло, наверное? хорошо, что может делать сегодня человек, чтобы как-то выразить свой протест? Вот вы какие-то конкретные вещи делаете прямо сейчас и недавно, Но вы при этом рискуете. Окей, но вы при этом рискуете. Все вы рискуете, все кто, ну как, ну люди вообще рискуют, они живут, рискуют. Зависит все исключительно от внутреннего состояния, от своего внутреннего состояния. Насколько у вас действительно этот контроль раздражает и эта ситуация или не действительно. Вот и все. Но, когда вы проявляете сейчас свой какой-то гражданский активизм, вы уже хорошо понимаете на примере тех же Узников Володный, что вот вы за эти в общем-то достаточно обычные гражданские действия можете попасть в тюрьму и вот получить три с половиной года, как это случилось с Алексеем Гастером. Вы готовы к этому? То есть, вот я не проничаева, я про ваше понимание ситуации нынешней. Нельзя быть к этому готовым. Нельзя быть к этому готовым. Но вы не можете не думать про это. Вы не можете не думать про то, что вы свою позицию все-таки можете закончить. Если бы позиция моя зависела от количества прибавленных лет в очередном уголовном кодексе, что это была бы за позиция? Ясно, что я не хочу в тюрьму, я же не идиот. Но при этом как моя позиция может зависеть от какого-то очередного закона? Вы что, перестанете пользоваться интернетом? Или что, вам завтра скажут? Вы перестанете смотреть, я не знаю, там, порнофильмы? Вы перестанете выступать в защиту тех, кто сейчас сидит? Вы перестанете устраивать какие-то акции протеста? Или я тогда сейчас вру, или тогда уже буду... Ну, как бы, нет. А, спасибо. Александр, к вам тот же вопрос. Вы готовы к тому, что, может быть, придется реально пострадать? Я бы просто по-другому ставил этот вопрос. Понимаете, так можно, конечно, давать пафосные фразы или делать какие-то взвешенные утверждения на этот счет, стандартные. Я бы поставил вопрос так. Вот вы спросили, какие есть возможности для протеста? В том-то и дело. Это мощнейшая точка напряжения в сегодняшнем российском обществе, что возможности для протеста максимальные даже возможности. Они, как бы, очень скудны. Либо вы изобретательны, но тогда вы переходите в какую-то такую статус каких-то художников, которые делают перформанс политический, либо вы не изобретательны, и тогда переходит статус городских сумасшедших, которые гуляют каждое воскресенье по центру города с целью как бы заявить свою оппозиционность. Тут я не согласен с предыдущим образом. Сейчас идеальное время для протеста. Максимально идеальное, потому что самый большой кризис, самый большой упадок идей, то, что вы называете лидеров, людей, ресурсов. То есть ноль, полный. Вот просто сейчас полный ноль. Максимум, что мы имеем, это какие-то воскресные прогулки. Не все там городские сумасшедшие. Я в них не участвую, но я просто поправляюсь никогда так не говорю. Я не вас только не указываю. Я никогда не указываю, что не указываю. Ну, тем не менее. Вот. На кухне можно. А так, ну, есть разные там люди ходят. Я не хожу, как бы, да, считаю это совершенно бессмысленным занятием. То есть вы считаете, что вот на этом кризисе всего? Ну, при любом кризисе, при любом кризисе, естественно, гораздо меньше усилий стоит, когда нет конкуренции, меньше усилий стоит выигрыш. Да. Он может быть очень трудным с точки зрения того, что, конечно, ты получишь и тюрьму, и, не знаю, там, и все, что угодно можешь получить, включая и пулю. Но если ты выиграешь, куш будет огромным. Поэтому эта ситуация, она такая, я насколько понимаю, и в экономике, и во всем, да. Кризис – это очень плохо, очень тяжело, очень страшно, но если у тебя есть в этот момент чутье, голова, и, да, наверное, там, не знаю, ну, и удача, там, не знаю, не знаю, то выстрелить в этот момент гораздо больше шансов, чем при каком-то таком постоянном развитии. Так считает анархист Евгений Левкович. В московской студии также Александр Замятин, активист Российского социалистического движения. Вела программу Тамара Леленкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова